Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками. Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками. Я еще раз говорю, что я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зинона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики, но должен сказать, я очень хорошо знаю, как и он меня. Человек не глупый, понимает все. Все беглые наши очень далеки от него в плане понимания. Страха глаза велики, товарищ президент. Ну, дело даже здесь может быть не в страхе, а в интерпретации этих фактов. Ну, 200 техников, которые привязывают сюда и технику, и 100 тысяч живой силы. Ну, слушайте, вы военный человек. Вот 200 составов железнодорожных никогда это не вместится. Расчеты абсолютно неправильные. Конечно, ну, это же элементарно посчитать. Даже если ты не знаешь, что такое армия, не служил никогда там, это простая школьная арифметика. Но дело не в этом. Я почему подчеркнул это, получая информацию от разведки, КГБ, пограничников, ваш анализ, в том числе и политический вот этот анализ. Я подумал, ну, где же ты был борец за суверенитет и независимость в 2020 году, когда нас вот-вот-вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? Ну, и самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси, а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь президентом. И для Зенона хочу сказать, никогда, никогда, по крайней мере, пока я президент и вы генерал, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны, ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни с юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме.